Ребята, всем добрый день! Необычное такое у меня вступление. Обычно я начинаю в лесу его, сами знаете. Сегодня я решил вам показать, вот часто задаете вы мне такой вопрос. Евгений, что ты делаешь с таким количеством грибов? Покажи нам! Вот сегодня, ребят, перед тем, как мы отправимся в лес, хочу вам показать, что я делаю со своими грибами. Вот уже стоят у меня 4 литра замаринованных грибов. Это вчера я собирал. Одни боровички, смотрите, какие. О! Одни боровички здесь. Красавцы! Красавцы! Маринованные! С тех, рецепт очень хороший, когда я в инстаграм вылаживал. Очень классный рецепт. Так, что у нас здесь? Здесь у нас сушеные. О, до хруста обычно я сушу, смотрите. Оп! Так лучше хранятся они. Ах! Понюхайте! Запах! Просто классный запах. Как же я люблю запах сушеных грибов. Ну, не только сушеных, вообще грибов люблю запах. Вот так вот, ребят. Вот так вот. А еще, ребят, хочу вам показать. Вчера мне прислали, вернее, сегодня прислали один девайс, одну вещь, без которой ни один грибник не ходит в лес. А прислали мне, ребят, комплект, который называется рюкзак для грибника. Что мы здесь имеем? Смотрите, я вам покажу. Быстренько. Имеем вот такую вот корзинку для ягод, грибов, маленькую. Открываем дальше отсек. Здесь, а здесь самое интересное, смотрите. Достаем вот корзинка. Вот сам портфель. И вот в нем, в нем корзина. Опа! Выняли. Корзина на 30 литров. В нем уже корзинка. Одеваем его. Раз. Здесь чик. Во, смотрите. Материал самого портфеля водонепроницаемый. Внутренний отдел, внутренний, там, где грибы ваши находятся, он вентилируемый. То есть, грибочки ваши не задохнутся. Также, ребят, смотрите. Здесь есть отдел, который термо. Термоотдел. Опа! Как вам так, чтобы видно было? Мы убиваем одним выстрелом двух сразу зайцев. То есть, у вас есть место под камеру или под любые другие личные ваши вещи. Ножи, термосы, еда и так далее. И сразу же, ребят, вот у вас грибы. У вас руки полностью свободные. С таким набором, ребят, теперь все грибы ваши. Спасибо ребятам из компании Акрополис. Ваш набор Пушка. Кто хочет такой же себе набор, чтобы у вас всегда был потрясающий улов, оставлю ссылку в описании по данным роликам. Заходим и приобретаем. Ну что, ребята, теперь отправляемся в лес. Всем желаю приятного просмотра и вперед. Погнали! Ребята, всем доброе утро. Ну что, опять я в лесу. Опять приехал за боровиками. Очень сильно холодно. Пожалуй, наверное, ребят, это уже будет последняя наша вылазка с вами за этими грибами, потому что очень сильно холодные ночи и они уже неохотно растут. Но я так думаю, по крайней мере. А там, как оно будет, только одному Богу известно. Спустя 10 минут в лесу. Вот такой под завалами. Под завалами. Ну уже, конечно, блин, староват. Староват, ребят, уже. Опа. Опа. Ну все. Такой уже, конечно, мы брать не будем. пускай будет на размножение. Как обычно, собираем в таком сосновом лесу небольшом. Местами попадается белый мох. Сейчас, пока его нету, там дальше будет местами зеленый. Ну, в принципе, все. Березка тоже попадается. Вот будем сейчас ходить, сейчас полвосьмого утра. Пауки, видите, сидят на паутине. Это означает, здесь никто не проходил. Это хорошо. Нашел второго боровичка, смотрите. Блин, уже тоже, наверное, старый, да. Ё-моё. Такой уже, как бы, тоже старый, но боровик. Блин, где же молодые, неужели, неужели, вообще нету молодых? Покажу вам сейчас, вот еще, какого кабанчика. Опа. Вот это уже нормальный, твердый. Такие вот заваленные ветки лежат. Вот там вот солнышко пробирается, и уже я вижу там гриба. Но это, наверное, скорее всего, не скорее всего, это, наверное, грибничка. Потому как, вот один боровик, уже хороший. Гляньте, какой красавец. Вот это уже получше, ребят. Смотрите, какой красавчик. Вот один. Хорошенький такой. Тверденький. Идем дальше. Оно тут же под грибком. Раз, а там пустышка. Каждым таким грибом, ребят, у меня настроение поднимается и поднимается. Поднимается и поднимается. А вот еще, смотрите. Вот он. Красавец, какой на солнышке греется. Опа. Хороший. Уже и заморозки были ночью. Минус один, ноль. Они продолжают стоять. Вот старый стоит уже. Уже прям заплесневелый. Видите, как никто их здесь не собирает. Приходится Евгению приезжать и собирать грибочки эти. Так, тут надо осмотреться. Тут такая местность интересная. Вот такие вот завалы. И они в этих завалах часто, часто, густо любят стоять. А вот еще, смотрите, вот. Вот. вот этот уже такой тоже. Блин, никудешний. Уже молоденькие пошли. Пошли более молодые ребята. О! Вот это уже другой фасон. Класс. Твердый, как камень. Пахнущие. пахнущие. Один. Идем дальше. Там уже виднеется второй, ребят. А вот и второй кабасик. Кабасик, жиробаська. О! Какая нога, гляньте, белоснежная у него. Вот так вот смотрите. Сразу расскажу, почему я закрываю. Потому что, покажу вам грибка сейчас. Красавец, да? Не правда ли? Если не закрыть вот эту штуку, здесь могут быть маленькие, маленькие грибочки. И все. Вот так вы оставили, как обычно грибники оставляют. Ветром продуло, грибница засохла. И грибы эти уже никогда в жизни не вырастут. Так же само вы ножку, когда срезаете, ножка здесь гниет. И гнилью своей заражают те маленькие грибочки, которые вот там вот присутствуют. Поняли? Надеюсь, поняли. Поэтому, ребят, не пишите мне, почему я не срезаю грибы. Не задалбывайте меня своими дурацкими комментариями. Я вас очень прошу. Сначала поучите, что такое грибница. А потом, что такое гриб. И будете хоть немножко понимать. Сколько лет об одном и том же можно говорить. Это, ребят, никогда не закончится. Красавчики. Ребят, пару слов хочу сказать за свой костюм. Второй раз я уже его одеваю в лес. В прошлом ролике я в нем ходил. Кто не видел ролик, ссылку оставлю в описании по данным видео. Зайдете, посмотрите. буквально в двух словах. Самое основное, самое основное его преимущество это то, что он защищает от дождя и выводит излишнюю влагу. То есть, костюм мембранный, поэтому в нем комфортно, не холодно, не жарко. То есть, вот отлично прям, я бы так сказал. Весна, осень. Спасибо магазину Охота Товар, который предоставил мне данный костюм. Ребята, вы молодцы. Делаете качественные вещи. В общем, ребятки, кто до сих пор еще ходит в обычной курточке в дедовской или в порванных штанах, заходим в интернет-магазин Охота Товар и приобретаем только качественные и надежные вещи. В данный момент, ребят, на такой костюм действует очень хорошая цена, поэтому ссылку вам оставлю в описании по данным роликам. Заходите и приобретайте только качественные и нужные и практичные вещи. Очередной красавчик. Уже появился обретите внимание зеленый мох. Тоже такие маленькие сосны, но появился мох зеленый. И начали попадаться вот такие вот красавцы. О, хороший. Опа. Хорошенький бутуз. Мне надо его почистить, потому что грязный сильно. хорошенький, упругий. Очередной партизан, ребят. Опа. Хорошенький. бутуз. И рядышком вот мухомор. Но ничего страшного. У них разные ветви. Горится разные пути. Да, ребята, грибок встречается не так часто, как бы хотелось, но все же они есть. Сейчас вам расскажу, почему я не рассказываю, где я собираю грибы. все говорят, что я жадный. А я отвечаю таким людям, что я не жадный, ребят, а просто сохраняю вот это вот, то, что вы видите на своих экранах. Вот растет грибок боровичок. А рядышком какая-то мразота выбросила бутылку пива. Вот. Видно свежую еще. И вот за такой мразью нужно ходить убирать. Понимаете, о чем я говорю, ребят? И вы еще, ребят, хотите, чтобы я вам говорил, где собираю грибы? А вы на секундочку просто представьте, что будет, если я скажу, где собираю грибы? Вот что будет с лесом? Что будет с подстилкой? Тут на следующий год, ребят, не то, что грибов не будет. Тут подстилки не будет. Его перекопают, перероют, оставят куча мусора и всего остального. А вы говорите, что я жадный. Вот как у вас в голове вообще появляется такая ерунда. Я про непонять не могу. Сколько вас дерьма в головах? Желчи, грязи и всего остального. Зависти. Вчера буквально пишут мне, вот слушай, ты обманываешь людей. Сейчас. Кстати, посмотрю секундочку, какое число сегодня, сразу вам скажу, забуду. Смотрите, 5 октября, 2021 год. Чтобы вам не писали в комментариях разную хрень. ты собираешь непонятно когда, прошлое видео и так далее. Вот на мне уже новый костюм. До этого я в нем не ходил ни разу. Как могут быть видео прошлогодние, вы подумайте своей головой, если я вот в новом костюме хожу, каким образом они могут быть прошлогодние? У меня что, в прошлом году такой костюм был? Ребят, честно, там пишут, не обращайте внимания. Я в принципе на таких идиотов внимания не обращаю, но знаете, что больше всего меня потрясает? Больше всего меня потрясает, что это все взрослые люди, взрослые, это не дети, да, это взрослые люди. И этим взрослым людям приходится вот такие вот элементарные вещи объяснять. Они подписываются на мой канал только с единой целью, это узнать, где растут грибы и когда они растут. Все, больше у них целей никаких нет. их не интересует визуальный план, что это наслаждение и моральное. Вот, то есть, такие вот вещи их вообще не интересуют. Только узнать, где есть грибы. Все, приехать с лопатами, с граблями, собрать. Приезжают в лес, они неврежно относятся ко всему. То есть, потребительское отношение к лесу, потребительское отношение к людям, то есть, вот ко мне у них потребительское отношение. Они даже лайк не ставят никогда. То есть, вот все эти люди, у меня же оно отображается в статистике, все эти люди, они лайк не ставят. Вот, запомните раз и навсегда, кто, вы даже сами можете перейти на канал, любой из вас может перейти на канал человека, который такое пишет и посмотреть, сколько он мне, сколько он мне поставил лайков или написал комментарии. Комментарии пишут вот такого плана, лайки вообще не ставят. То есть, с них пользы, как с козла молока. И они еще хотят, чтобы я им давал какие-то геолокации. Вы что, с ума сходили там со всеми или что? То есть, мало того, что у них потребительское отношение к лесу, так у них еще и потребительское отношение ко мне в первую очередь. Я думаю, и не только ко мне, а ко всем окружающим вокруг. Какой классный мох. Просто посмотрите на него, как ковер, ребят, это просто как ковер. Класс. И по нему даже топтаться не хочется. Не то, что мусор выбрасывать, понимаете, как. А такие вот черчи, им по барабану. А вот, смотрите, он еще. Вот еще буквально. Это ж, и это я, ребят, нахожусь от Киева. Бог знает где. Вот бутылка лежит. Ну как вот, но, но как. Ребят, березка появилась. Самое классное, ребят, что в лесу никого вообще нет. Никого. ни машин, ни людей. Сегодня будний день, вторник у нас. Конечно, на выходных здесь собрали грибы, но кто собрал, ребят, а кто не собрал, оба, что не собрали, я вот дособирую такой уже хорошенький. Хороший. Потом почистим, отмоем. Как говорится, приведем в порядок. Ну, судя, ребят, по паутине, не знаю, видно. Короче, паутины очень много в лесу и пауков. Это означает, что, 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 что мало грибников ходило. Мухоморчики. Полянка такая небольшая. Сегодня буду брать, потому как мухомор уже отходит. Он уже реально отходит. Хочу сделать настойку. буду брать только шляпки. И то они уже, блин, плохие, конечно. Вот эти еще две можно забрать, а эти уже плохие. То есть уже все грибы отходят. Жалко, конечно. Настойка. То, что надо. Боли в спине, в суставах. И вообще можно и сушить, употреблять. Ну, кому, для каких целей, конечно. Я считаю, один из ценнейших грибов красный мухомор. Поэтому сегодня буду брать, потому как уже они отходят. Повторюсь еще раз. А вот, ребят, свинушка. Свинушка, которую еще называют поддубником. Какая гадость, это ваша заливная рыба. Короче, большое содержание цинка, который не выводится из организма. Годами у вас накапливается, накапливается и приводит к разным заболеваниям. Она, в принципе, как бы съедобная, вот, условно, но очень опасный гриб. Как бомба замедленного действия. Поэтому никому не рекомендую есть свинушку. Нашел, ребят, только что обычного беленького. И вот рядышком не снимал, думаю, подойду с камерой и посмотрим, или подберезовик, или белый. Пока отсюда не вижу. Скорее всего, белый. А может и подберезовик. Опа! Не, подберезовик, ребят. Подберезовик, но хороший. вот какой. Хорошенький, крепенький, в принципе, молодой. Вот, рядышком с беленьким. А помните вот этот вот ров, по которому я два ролика подряд хожу? Это тот самый ров. Да, ребят, это он. И сейчас я по нему буду идти туда, в ту сторону и смотреть по левой стороне и по правой. В прошлый раз были грибы и по этой. И по этой стороне и по той. А вот, а вот, ребят, что-то стоит. А вот что-то стоит. Вот пока с вами. Ох! Так это белянчик. Чистейший. Во, какой белянчик. Берем. Я не зря сюда пришел. Я не зря сюда, ребят, пришел. Это грибничка, я ее знаю. хорошо изучил, как они здесь растут. Сейчас будем смотреть. Вот пока три штучки благородных уже у нас нашлось. И все-таки, и все-таки, ребят, первый наш малыш, первый бутузик. Опа! Оставили нам грибники одного грибочка вот такого маленького крепыша. во какой. Вот в этой части леса они все красивые. Все вот такие вот бутузики маленькие. А дальше вот, ребятки, смотрите, завалы такие вот. И человек, который шел сюда вот так вот, думает, да, не пойду по этим завалам, наверное, развернусь и пойду в другую сторону. но он таки сделал. Перешел и пошел в тот лес. А если вот так вот обойти, вот, смотрите, стоит прямо на обочине. Боровик. Боровичок. Во! Прямо на обочине стоит. Вот так вот, ребят. Поэтому всегда нужно не лениться. А вот уже, ребят, заканчивается этот пролет. Вот. И смотрю, с правой стороны бугорочек. Бугорочек. Подходим к нему аккуратненько. И кто здесь стоит? А здесь стоит вот кто? Ой, хороший. Вот этот вот вообще просто можно сказать идеальный, ребят. Ножка беленькая, под шляпой тоже беленькая, твердый. Вот все такие были. Они здесь стояли, просто их собрали, ребят, на выходных. А сегодня уже вторник. Косуля. Вот, ребят, оттуда возвращаюсь уже назад. Только по этой стороне теперь буду идти. Видите, как получается? Прошел потой, оттуда я шел и не увидел. Не увидел, смотрите, какую картину. Просто шикарнющего боровика, ребят, я не увидел. Ух, вот это красавец. С белоснежной ногой. Сейчас даже такого сфоткаем. В инстаграмчик выложим. Поэтому кто еще не подписан, ребят, на инстаграм, мой, ссылка будет в описании. Там всегда актуальные фотографии и вся актуальная информация. Опа, даже не ух, красавец какой. Вы просто на него гляньте. Отборный. Вот это реально отборный боровик. Отборненький. Красавчик. А дальше, ребят, я уже глазом кинул. А опять-таки по левой стороне кинул глазом. Но я буду эту сторону проходить тщательно. Я ее, ребятки, буду проходить тщательно. Я сначала вот так пройду, а потом по этим пролетам пойду, по-дальним. Попробуй такого не увидеть. О, и не один, тут два. Вот один, вот второй. О, хороший. Опа, вот такой боровичок. А вот второму уже, к сожалению, не придется посещать нашу корзину останется в домике встаем. Что могу сказать? Хоть и были люди, ребятки, сегодня, но тем не менее, мне все-таки что-нибудь доставили. Продолжаем двигаться по этой левой стороне, вот по этой части леса. Дальше вглубь даже не ухожу. Вот обратил внимание, я заодно смотрю и на одну сторону и на другую. Смотрите, первый обычный обычный беляж раз. Идем дальше. Ух ты какой. Сейчас, секундочку. Опа. Обычный беляж два. Так. А дальше у нас ребятки по фронту на левой части леса присутствует царь грибов. Боровик сосновый. Опа. Три. Красавец. Просто красавец. Блин, как же я люблю их собирать. Ну, вот как можно. Вот обычный белый, а вот боровик. Ребят, есть разница? Цвет шапки, цвет ножки. визуально просто часто спрашивайте, чем отличается. Для меня, в первую очередь, почему я преимущество отдаю боровику, потому что он очень красивый, очень. Это самый лучший мой гриб в визуальном плане. По вкусу они примерно одинаковые с белым, с обычным. Вот так вот три штучки. мухоморчик возьмем на суп. Опа! О! Какой мясистый, хороший. На супчик возьмем то, что надо. Грузди, ребят, таких вот встречается много. На засолку кто любит, но я люблю рыжики. Грузди его надо вымачивать двое суток. Короче говоря, мороки с ним, ребят, немерено, но есть люди специально приезжают, собирают. Вот еще, короче говоря, груздя много в лесу. Преимущественно он растет в березках таких. Вот, по окраинам березка и сосна. Вот, преимущественно в таких лесах растет черный груздь. Ну, что, ребят, очередной красавчик. Смотрите, какой. Опа! Правда, уже его мыши поели. Блин, надо бегом выкручивать, потому что муравьев куча, смотрите, сколько больших. Уже за две секунды полезли на меня. Да, ребят, немножко поели его. Вон, муравейник большущий просто. И возле муравейника вот такой вот. Боровичок. Ну, один, больше не вижу. Очередной. Вот, кстати, зеленушки растут. Хочу вам показать, вот, зеленка. Их здесь полно. Спрашивайте, что я их не беру. Ребят, да потому что они мне не нужны. Как бы, я грибы собираю ради визуального, в первую очередь, удовольствия. Ради вот такого вот удовольствия. А здесь стоит гриб просто сказочный. Ну, просто сказочный. Смотрите. Молоденький. Ух, грибыш какой. Ух, классный. Гляньте. Гриб, как с картинки. О, ножка беленькая, под шляпкой. Практически все тоже беленькая. Ну, класс. 5 октября такие грибы на вес золота. Назовем его золотой. Золотой грибок. Вот так вот, ребят. Иду по такой же самой траектории. Начали молоденький попадаться. Гляньте, какой грибыш. Белюсенький, гранюсенький. Просто прелесть. Просто. И сейчас там я уже дальше заметил еще одного грибочка. Вот там один, ребят, был. А вот здесь перешел буквально метров двадцать. И вот такой шикарный второй стоит с белоснежной ножкой. Еще раз повторяю, ребят, 5 октября. Пятое. Закрываем, присыпаем ямку. И вот получаем такой исход. Лес опять награждая такими вот трофеями. Да, ребят, но тем не менее очень и очень приятно. Класс. А вот, ребят, уже из лесу я выхожу на дорогу к машине иду. И не отпускает меня лес, ребят. Лес меня не отпускает. Опа! Какой хорошенький. Вы посмотрите. Какой хорошенький. Просто прелесть. Кто говорит, грибов нет? 5 октября, ребят, 2021 год. Пушка. Это Черниговская область, Украина. Такие вот боровички сосновые собираем. Ну, что, ребятки, 3 часа дня. Будем выдвигаться из лесу. Хорош на сегодня все. Благодарю этому лесу, что сегодня был со мной щедрым, как, впрочем, и всегда. Сейчас покажу вам общий результат. И, в принципе, думаю, до следующего года, потому как в этом году уже на боровики вряд ли мы сюда, ребят, приедем. Не удалось собрать 3 полных корзины, ребят. Всего понемножку. И обычный беленький там, и боровик. Здесь в основном боровик, здесь просто весь боровик. Много больших, очень много старых. хотя, ребят, смотрите, боровик весь чистенький, молоденький, то есть, червивых грибов вообще нету в плане боровика. Весь хороший. Даже попались такие два белых. Красавца, просто красавца. Ну, в принципе, в принципе, вот так вот. И нажимайте на колокольчик. Для чего? Для того, чтобы не пропускать новые выпуски. Все, ребят, с вами был Евгений Лагуткин. До новых встреч. И думаю, до скорых встреч. Потому, как скоро начнутся опята уже с толстыми ножками, которые на пнях растут. И я надеюсь, мы с вами их пособираем. Ну, а по боровикам, к сожалению, машем. Пока-пока. Кто хочет такой костюмчик, как у меня, переходим по ссылке, которая находится в описании по данным роликам. Магазин Охота Товар. Сейчас, кстати, на эти костюмы очень хорошие скидки. Поэтому, кто до сих пор не приобрел, что-то не приобрел. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...